всем привет добрый вечер всем присутствующим сегодня мы с вами пообсуждаем всякие странные штуки которые могут быть не очевидны поначалу отлично напишите пожалуйста как там с картинка звуком все в порядке порядке ну или это два значит сегодня мы пообсуждаем несколько странные вещи там какой должно быть странное название вебинара да вот такие функции которые не способны обнаружить тейлор да вот сегодня мы о чем-то таком поговорим мы поговорим о разнице между многочленными тейлора и рядами тейлора всегда ли можно использовать вместо многочленов тейлора их такие бесконечные версии ряды тейлора чтобы рассуждать о функциях ну и начнем мы наверное с некоторых простых примеров давайте сначала сделаем простую вещь я в прошлый раз когда мы говорили про тейлор сказал что экспонент она на самом деле аналитическая функция то есть она совпадает со своим бесконечным врачи на тейлором то есть рядом тейлора совпадает на все число прямой что легко доказывается вот что это можно проделать самостоятельно сегодня все-таки расскажу сначала про это потому что мне понадобится этот факт дальше кажется да как вам понадобится короче говоря просто его удобно очень использовать в некоторых пределах дальше уже можно его использовать будет если мы сейчас докажем этот факт а это очень удобно давайте сначала докажем когда что экспонент аналитическая функция а дальше план будет такой вы с помощью этой экспоненты построим функцию которые бесконечно дифференцируем у который на все число прямой будет считать сколько угодно не сколько года бесконечно много производных до любой точке сколько угодно раз она дифференцируем и бесконечно много это нас дифференцирован, бесконечно дифференцируемая функция. Тогда, казалось бы, можно написать для нее сколь угодно высокого порядка многочлен Тейлора, условия теорема Тейлора работают, да, и тогда можно писать и бесконечного порядка многочлен Тейлора. Ну и возникает вопрос, а сама функция исходная и бесконечный вот этот многочлен Тейлора, то есть ряд Тейлора, какая между ними связь? Насколько она тесная? Они вообще прям одно и то же или они просто очень много друг про друга знают или как-то локально они связаны или еще как-то? И вот это сегодня мы попытаемся прояснить этот момент. Окажется, что в некотором разумном смысле, который я сейчас пояснить не смогу, вероятность на самом деле вот так, если случайным образом, если какой-то абсолютно разум, случайным образом выбирает себе бесконечно дифференцируемую функцию, то вероятность, что она будет совпадать со своим многочленом Тейлора, нулевая, такого практически никогда не будет. Да, но вот эти слова, их надо пояснять на самом деле очень подробно. Я сейчас этого делать не буду. В общем, смысл в том, что гладкие функции бесконечно дифференцируемые, мы такие будем называть гладкими, ну на своей области определения, например, да, если функция бесконечно дифференцируемая, мы будем говорить, что она гладкая. Так вот, гладкие функции, то есть бесконечно дифференцируемые, они на самом деле не совпадают в общем случае со своими дядами Тейлора. И вообще говоря, в общем случае ряд Тейлора функций в точке, гладкие бесконечно дифференцируемые функции в точке, ничего они не знают вообще, кроме того, как она устроена в этой точке. Ну и еще там некоторые, типа, разложения в окрестные точки с точностью до малого от чего-то там, да, от многочленов на самом деле. Короче говоря, совсем не так много, оказывается, знает этот ряд Тейлора про саму функцию. И вообще он может и не сходиться, и может быть сколько угодно дурацкий. И это в некотором смысле, на самом деле, в большей степени в общем случае это такой формальный ряд, на самом деле. Формальный ряд означает, что он не функция, он просто вот такое выражение. Вот он, как бы, типа, он есть выражение такое, да, как бесконечная сумма, и вот это вот выражение, оно и есть само оно, да, это и есть его сущность, его суть, быть вот такой бесконечной суммой. Поэтому называется формальный ряд, просто формальная штука. Вот об этом сегодня пойдет речь. И в некотором роде такие гладкие функции, бесконечно дифференцированные, которые мало, чем связаны со своим рядом Тейлора, они оказываются с помощью многочленов Тейлора, или в терминах многочленов Тейлора, или рядов Тейлора, они оказываются неуловимыми, невидимы для них. То есть, если бы мы жили только в мире, в котором есть многочлены и бесконечные вот эти многочлены Тейлора, то есть ряды Тейлора, то таких функций в этом мире не было бы вообще, мы бы не смогли их наблюдать. Если бы мы умели работать только с многочленами и с рядами, как такими бесконечными вообще не многочленами, мы бы не смогли наблюдать эти функции. Они бы как бы существовали в этом смысле, да, но мы бы не знали, как их описывать, как с ними работать, существуют ли они или нет, мы бы вообще ничего про них не знаем. Они бы представлялись для нас такими Ну точнее, они бы никак для нас не представлялись Они были бы такими духами Ненаблюдаемыми штуками Если бы мы умели работать только с многочленами Напоминаю, что вообще говоря, многочлены Это какая-то очень базовая штука Она вычисляется с помощью арифметики А вот всякие более сложные вещи Они вычисляются уже не только с помощью арифметики Типа всяких синусов, косинусов и прочих штук Да, вот этих всех более сложных Да, здравствуйте, здравствуйте Так, ну давайте сначала Начнем тогда с аналитичности экспоненты С того, что ее ряд Тейлора На все число прямой сходится к ней А потом мы с вами С помощью этого утверждения будем Некое его следствие Использовать при доказательстве всяких пределов Просто чтобы, ну можно было бы на самом деле Те же пределы, абсолютно безболезненно Можно было бы и без того, что я хочу сейчас доказать Совершенно никаких проблем с этим бы не было Можно было бы решать по старинке Так как в начале семестра мы их решали Никакой проблемы Но я не хочу так делать, потому что Ну так проще, короче говоря, будет сейчас Мы сейчас докажем, что экспонент аналитической функции Комфетчила прямой И дальше гораздо проще будет Доказывать то, что нам нужно будет про экспоненты Ну давайте посмотрим, значит, что у нас такое Е в степени х Мы будем раскладывать ее в нуле С остаточным членом в форме Лагранжа Да? Значит, ну давайте я напомню В общем виде, что такое Остаточный член в форме Лагранжа Там требуется, чтобы функция на отрезке А мы будем раскладывать ее фактически На отрезке от нуля до x То есть нам нужно будет отрезок от нуля до x Ну или от x до нуля Давайте я вот так напишу от нуля до x Или от x до нуля Вот так Нужно было, чтобы функция была n раз непрерывно дифференцируема То есть ее n-то производная была непрерывно Это обычно звучит вот так На отрезке от нуля до x на отрезке от 0 до x или вот их до нуля в зависимости от того какого знака число их нам фиксируем человек произвольно хотим и для положительных и для отрицательных поэтому я такую штуку буду рисовать что мне рассматривать лучше по отдельности как они на самом деле рассматриваются одинаково вот значит я производная она непрерывно на отрезке от 0 до x а еще ее nt производная у функции nt производная она дифференцируема на интервале от 0 до x 0 до 0 тогда работает теорема лаграндер вот если функция такого если выполнить два условия то и под их равно ну это я просто на отрезке от 0 до этих нулевое это положено равно нулю на всех от истана равно чему там будет ну их от нуля можно писать нулевого слага 0 слагаю можно сразу значок сумму поставить не выписывать по отдельности и слагаемая . сумму можно давайте будем описывать слагай по день не очень люблю сигмы использовать значков суммы что это будет обитых от нуля плюс штрих от нуля умножить на x минус x нулевое x минус x нулевое x минус 0 то есть это просто их будет просто x 2 штриха 0 ну вы считаете что здесь это большое число больше двух что такое точно можно до 2 порядка точно можно было разложить значит плюс и так далее плюс не выстоять энтопроизводная в нуле поделить на факториал здесь можно можно писать два факториал хотя только вот этого молодым на x степени л вот так вот да и остаточная форме лагранжа он у нас туда что он нам сюда предлагает написать следующую производную следующего порядка в какой-то . неизвестной . лагранж ничего не берите . только говорит что эта точка она лежит на интервале до тогда тогда существует сильно лежащий интервал от 0 до этого потом больше да такая что их от x на вот этой штуке на то вечный дописал я просто среагировал на то что кси нигде не ввел надо где-то ввести сюда и умножить на что там на x степени плюс 1 достаточно форме лагранжа но пока вроде бы туда чат еще не залез поэтому видно должно быть да вот она n плюс первая производная в точке кси поделить на 1 факториал на их степени плюс 1 то есть это как бы типа прокачивая теорема лагранжа и вот с помощью этого разложения мы сейчас докажем с вами что экспонента она на самом деле аналитическая функция то есть ее ряд тейлор если я продолжу до бесконечности в эту штуку то я получу некую бесконечную сумму которая увеличение числа слагаемых до сорта до бесконечности она будет стремиться просто не в соответствующей точке . вот что мы хотим доказать ну давайте попробуем это сделать что у нас есть не в степени x да что такое есть перемене x получается мы раскладываем в нуле да напоминаю счет мы стали так писали хотим жить 0 лет будь и в нулевой то есть единичка до плюс производная от экспонента в нуле она нужна экспонента производная не всегда их экспонента давали это всегда быть единичка тогда плюс дальше 1 2 x квадрат плюс и так далее плюс там будет nt производная в нуле поделить на n факториал то есть это появится единичка поделить на n факториал на x в степени n и плюс это вот вычисляется производная следующего порядка но в какой-то точке кси мы знаем что е в степени x от нее производная это есть тип них в нуле она была бы единицей а там вычисляется в какой-то точке кси поэтому нам придется написать е в степени x и до поделить на н плюс 1 факториал и умножить на x в степени n плюс 1 вот что говорит нам остаточный член формула гранта но экспонент она конечно всем этим требованием для любого н удовлетворяет не знаю что она бесконечное число раздефиницируемое на все число прямой ну просто тупо от нее производная то снова она еще может быть производным быть опять она ну и так далее сколько угодно раз можно брать от нее производный и получается вот такая штука и давайте оценим модуль разности между вот этим и вот этим то есть мы хотим написать да модуль разности в степени x вычесть 1 плюс x плюс x в квадрат пополам и так далее плюс x в степени n поделенный на н катериал хотим оценить какой модуль у этой разности если я перейду теперь к пределу в этой разности при стремящихся к нулю получу ли я 0 или нет да вот в чем вопрос то есть на самом деле отсюда видно что если не очень быстро растет производная до соответствующих точках где-то там тогда в общем то наверное должно получаться что такое если слишком быстро растет производная но это вот эта форму и тогда вот эта штука может к роли не стремится вообще говорят добавка здесь будет стремится к выру да значит давайте посмотрим что это такое это будет значит не в степени кси модуль можно не писать есть на плюс один материал здесь модуль x степени n плюс 1 вот такая вещица получается правильно получается такая штучка такая штуковина да ничего про нее можно сказать куда она стремится с ростом то есть если мы в этом равенстве аэто равенство на самом деле да polished deixe если вы в нем перейдем к пределу при с ним начимся 3 мински на смысле бесконечности что будет происходить а происходить будут следующее вы этой е в степени x и она тоже константа правильно ну правильно до есть пятнадцати ксит она тоже константа дальше вот это вот какое то фиксированное число Ну, x у нас фиксируем число, да, мы зафиксируем число x. Можно написать сюда, да, зафиксируем x сначала. Ну, конечно, если мы на отрезке от 0 до x, значит, их будет конкретное число. Ну, мы напишем, что мы зафиксируем x из 0. Да, значит, эта штуковина, как степень, растет в какого-то числа. А здесь есть факториал, и факториал растет быстрее, чем степень. Поэтому вот это вот отношение, оно само по себе стремится к нулю при любом фиксированном x. То есть, если мы x зафиксировали и его не трогаем, то вот эта штука, она стремится к нулю, но и понятно, что множитель е в степени кси никак на это не сможет повлиять, да. То есть, вот эта вот штука, она стремится к нулю при стремящемся в плюс бесконечность. В частности, это означает, что модуль вот этой разности, да, то есть вот эта штука, она стремится к нулю при стремящемся в бесконечность. Но мы с вами знаем, что последовательность, а это последовательность, потому что их фиксированное число, это последовательность тогда. Последность стремится к нулю, тогда и только тогда, когда ее модуль стремится к нулю. То есть на самом деле из того, что модуль стремится к нулю, следует, что сама эта разность стремится к нулю. Мы только что доказали таким образом, что вот эта вот штука стремится к нулю. Из-за того, что модуль стремится к нулю, можно написать вот так. Вот она стремится к нулю, стремящаяся в бесконечность. То есть иными словами, получается, что... Ну, это же конкретное число, правильно? Это же конкретное число, потому что есть конкретное число. Получается, что 1 плюс x, плюс x в квадрат пополам, плюс и так далее, плюс x в степени n, поделенную на этот материал, значит, плюс и так далее, да. Ну, или вот такая последовательность вот таких чисел, не будем писать, то есть и так далее. Последовательность вот таких вот чисел, вот эта последовательность, да, в зависимости от n, получается соответствующий результат вычисления. Она стремится к n в степени x, при n стремящемся к n бесконечности. То есть экспонентно, она принципиально аналитическая функция, да, она совпадает со своим рядом Тейлора. Если я возьму, здесь делаю предельный переход, то я получу e в степени x, да, то есть иными словами, получается, что такая бесконечная сумма по k от 0 до плюс бесконечности, да, вот такая вот сумма, x в степени k поделить на k в материал. Ну, где под бесконечной суммой понимается предел последовательности частичных сумм, да, то есть надо сюда писать n и брать предел при n стремящемся к плюс бесконечности. Вот, что понимается под этой формой записи. И вот она, оказывается, совпадает с e в степени x, и это выполнено для любого фиксированного x из множественных чисел, да. Для любого действительно x это выполнено, получается, что экспонента, она на все число прямой, она аналитическая функция, она просто, ну, даже со своим рядом Тейлора Маклоррена, да, ну, или даже просто, в частности, со своим рядом Тейлора Маклоррена, ну, да, ну, да, она совпадает в каждой точке. Ну, отсюда какие есть полезные следствия? Ну, например, отсюда можно сразу же сделать вывод, что если у нас x положительное число какое-нибудь, да, например, то тогда e в степени x, будучи вот этой бесконечной суммой, ну, или ее пределом, она, конечно, будет больше, чем 1, больше, чем 1 плюс x, больше, чем 1 плюс x в квадрат, плюс x плюс x в квадрат пополам, плюс и так далее, плюс x в степени n, повелительный n в актериал, да, например. Это так для любого n, для любого натурального n, в частности, отсюда следует, что для любого натурального числа выполнено вот такое вот неравенство. И теперь этим можно пользоваться при вычислении пределов тоже, в частности, да. Если бы не доказали, что она аналитическая, а написали бы там с точностью 2 малого, да, то тогда мы не могли бы утверждать, что это выполнено для любого x, ведь мы-то говорим о том, что для любого натурального n и для любого x большего нуля, да, это выполнено. были больше либо равно понять что не с равным или тоже можно безболезненно подключить в это неравенство ну а если строго не расставить до их больших мы на мой завод то есть мысль какая да и это справедливо не только для достаточно маленьких из каких-то там и закрыть 0 вообще для всех это глобальное утверждение не локальные не то что типа есть какая-то окрестность 0 в который там для всех их достаточно маленькую для сих и Thetare's от орешности это неравенство или не на ту прежде что вообще для всех этих корпосах есть это неравенство нет нет это коллектив глобальный результат глобальный результат мы получили перleyгokol бесконечной сумме но вопрос а всегда ли так можно переходить бесконечной сумме или нет мы с вами уже посмотрели что реаз accurate формула грубо говоря получается что переходить бесконечной супе можно тогда и только когда вот эта вот Добавочка Стремится к нулю Проблема может быть в чем Мы исследуем эти добавки Проблема может быть в том Что вообще говоря Остаточная числя в форме Лагранжа Как и точка кси из теоремы Лагранжа Он устроен так, что там сидит производный В неизвестно какой точке Про точку про это ничего не известно Главное только, что она существует Известно из этого интервала А какая именно неизвестна И поэтому специфика вот этого множителя На самом деле, это же здесь видите Он еще от n зависит И что если на самом деле Вот эти вот последствия чисел Здесь-то она все время была А, сейчас, секундочку n плюс первая производная Тогда надо было писать здесь кси n какой-то На самом деле вот так Я неправильно даже написал Вот здесь Здесь надо было писать Ну давайте кси с индексом n плюс один напишем Потому что вообще говоря В зависимости от того, докуда вы разложили Там своя точка выбиралась, да? Своя точка Ну это не смертельно все равно Потому что можно сказать Что все вот эти вот числа Они все в любом случае Даже когда n растет Все вот эти вот числа Они не превосходят Е в степени х, правильно? Е в степени, да Что-то я не соблюдал Они же на самом деле разные Здесь от n зависит тоже В разных точках Здесь все равно Насколько далеко вы разложили Разные точки кси будут выбираться Но мы знаем, что все они Не превосходят Е в степени х Да, потому что Ну потому что Ну будем считать, что х положительный Например, да? Если будем считать, что х положительный Давайте будем рассматривать положительные х Будем считать, что мы все это время Осмотрим положительный А это становится очевидным Аналитичность для отрицательных х Тоже доказывается аналогично То есть там ничего не меняется Только там ну с нулем надо будет сравнить В другую сторону не нравится Может быть, сколько Ну это можно вот так вот написать, да? Больше не нравится, чем е в нулевой А если отрицательный То надо их поменять местами Но все равно это ничего не испортит Ну будем считать, что мы рассматриваем положительные Для отрицательных точно так же Еще с которыми что-то работает То есть она аналитично На все число прямой Эта функция Совпадает с всеми рядом тевера Ну и вот здесь можно видеть, что Если вот эта вот последовательность чисел Она Ну здесь тоже давайте пишем В экси Если это последовательность чисел Растет не слишком быстро Так что вот это успевает Стремиться к нулю То тогда функция совпадает Со всеми рядом тевера, да? А если растет слишком быстро Если n плюс 1 производная То есть ну n и производная Слишком быстро растут В каких-то там точках В тех, в которых они вычисляются На этом интервале, да? То тогда никакой аналитичности нету, конечно Типа там не всегда константа будет У других функций А у нас здесь тоже не константа На самом деле У нас здесь Это я зря сказал, что она константа Она же в разных точках вычисляется В зависимости от того, докуда вы разложили Лаграмм что-то говорит Что для каждого этапа разложения Будет какая-то точка Но то, что все эти точки будут одинаковые Это не факт Скорее всего это не так То есть у нас здесь тоже на самом деле Разные числа состоят Просто про все эти числа Можно сказать, что они не превосходят Е в степени х Из-за монотомности, да? Они не превосходят Е в степени х Мы раскладываем на этом отрезке А Е в степени х При фиксированном х Это тоже какое-то фиксированное число То есть числа здесь разные Но их можно оценить Через одно и то же число Фиксированное Вот это вот все еще стремится к нулю Отдельно, да? Из-за того, что х фиксирован А это просто число, которое не повлияет Точнее, это можно оценить Через просто число По модулю, да? Которое не повлияет на Тот факт, что вот эта добавка Она стремится к нулю То есть у нас здесь тоже Разные числа на самом деле стоят Я зря сказал, что там одно и то же Е в степени х Потому что в зависимости от того Докуда вы разложили Точки-то разные могут выбираться В которых это Справедливо становится Вот это вот равенство С таким членом достаточно Поэтому здесь стоят разные Кси Кси n плюс первые Тут стоят, да? Ну и тогда, получается, что Из-за того, что здесь можно оценить Для экспонента легко Через е в степени х Ну, е в нулевой И е в степени х, да? То действительно Это все равно стремится к нулю При каждом фиксированном х Вот А вообще-то А вообще-то можно себе представить Какую-то функцию У которой слишком быстро Вот эти числа растут, например, да? И тогда факториал Видите, факториал Он, конечно, уничтожает Вот эту степень Их в степени Он ее забивает порядком Вот это вот стремится к нулю Но что, если вот эти вот множители На самом деле подлецы такие Слишком быстро начинают расти Так что они уничтожают этот факториал И в итоге эта штука не стремится к нулю Да? Такое, в принципе, это ведь может быть На самом деле А это же честное предложение Это честное равенство, да? И если такое происходит То все пропало Тогда никакого равенства между Вот этим вот и бесконечной суммой Не будет, да? Потому что вот этот Хвост в пределе Не будет стремиться к нулю Разница между ними Не будет стремиться к нулю То есть разница будет Сохраняться какая-то навсегда, да? И в пределе она тоже останется Выживет Так что бывают на самом деле Функции Ну, по идее, да? На скидку Если слишком быстро Как-то там ведут себя производные Очень как-то быстро меняются То, наверное, да Получается, что какие-то функции Они не совпадают Со своими многочинами тейлора Бесконечными То есть средами тейлора Конечно, вот такое-то Всегда можно написать, да? Для любого порядка n Если у вас бесконечно Дифференцируемая функция На все число прямой, например, да? То такое можно Для любого порядка n Всегда для нее написать Но перейдя к пределу В этом равенстве Вы здесь получите все еще Значение функции Здесь получится вместо этого Многочинного ряд тейлора Добавка, она не устремится к нулю Быть может, да? Для гладкой функции То есть все зависит от того Насколько плохо ведут себя Производные С ростом порядка производной Да? Здесь уже порядок Именно производный растет Если порядок предводный растет То насколько плохо ведут себя значения Причем еще и в точках Которые черт знает как выбираются Да? Это же лагранж Эти точки прям ведутся Они там просто из интервала Какие-то Но все ксиенты, да? Давайте напишемся Здесь ксиент плюс первое Они все выбираются из интервала Но только они выбираются Черт знает как То есть Может быть производная растет Как-то плохо себя ведет Да еще и непонятно где Из-за того, что непонятно где Процесс становится плохо контролируемым Да? Тогда непонятно, как вообще такое оценивать Ну и давайте посмотрим пример Сразу тогда Такой функции Которая оказывается не аналитической Но мы будем не оценивать у нее Остаточный член Формула Гранжа На самом-то деле Хотя может и его потом посмотрим Сначала мы докажем Что она не аналитическая по-другому Без оценок То есть там проще докажем А потом посмотрим Что у нее происходит На самом деле Вот с этим остальным членом То есть Тот факт, что она будет Не аналитической Не будет совпадать со своим рядом с тейлером Будет означать, что этот хвост Не стремился к нулю Ну посмотрим, какой хвост Придется все остаточные члены Нет, зачем? Формула Гранжа Дает нам все, что нужно Это честное равенство Единственное, что он не дает информацию Как точка кси выбиралась Ксин плюс первое Но вообще-то он дает нам честное равенство То есть его хватает на все случаи жизни Если только вам не страшно Что точка кси выбиралась Неконтролируемым образом Если вы можете Как-то перестраховаться Ну как вот здесь, например Перестраховались Экспоненты сказали Что е в степени Какая бы точка ни сидела Все равно будет лежать между Е в нулевой Из-за того, что кси так устроен Экспонент там анатонно Между е в нулевой и е в степени x А е в степени x Это конкретное число Е в нулевой Это просто единица И здесь нам было не страшно Что в разных точках Сбирались Считались значения разных производных В общем с экспонентом Было не страшно А может быть страшно на самом деле Потому что Может функция не настолько хорошая Попалась вам в какой-нибудь ситуации И тогда она будет Черт не знает как себя вести И тогда там может все зависеть На самом деле от того Как какие же точки выбирал Лагранж Может в каких-то точках все было бы и ок А в каких-то может все и не ок И тогда нужно смотреть А как именно тогда там Лагранж Выбирает эти точки А как тут посмотришь Да? Ну надо как-то Тогда целую задачу отдельно решать Каждый раз То есть фактически Нужно бесконечно многодельных задач Решать Чего не хотелось бы делать Не хотелось бы Поэтому мы и не будем Раз не хотелось бы То и не будем Мы по-другому докажем Гораздо проще Что некоторая функция А именно Ну самый классический пример Мы с вами посмотрим Самый классический пример функции Которая бесконечно дифференцируемая На все число прямой Но ее ряд тейлеров в нуле Совпадает с ней только в нуле И больше никогда Посмотрим такой пример Е в степени минус 1 кг Х квадрат Если х не 0 0 Если х 0 Вот такую функцию Мы смотрим Такая вот эта функция Ф от их там Видно, да? Видно Вроде бы видно Блик вроде бы не уничтожен Давайте я ладно Что-то понижен Еще она древеет Нефтимальный используем Мне кажется доску Я поставил такое ощущение Что ее не взывается Вот здесь видно, да? Видно Хорошо Здесь напишем Ф от их равно Е в степени минус 1 кг Х квадрат Там где есть 2 Ну и 0 Если есть 0 Да? Вот такую штуку Значит Значит, значит что? Ну понятно, наверное, да? Что она бесконечно дифференцируема В любой точке Кроме как в нуле Кроме как в нуле В остальных всех точках Сразу заведомо ясно Что она бесконечно дифференцируема Потому что Ну потому что что там Ну это дифференцируемая Экспонентно дифференцируемая Производная композиция Дифференцируемая Дифференцируемая Понятно, что когда мы возьмете Производную Там что-то не очень страшное Вылезет То есть она просто Ну посчитается Как производная композиции Дальше каждая из функций Которая Появится в произведении Да? Она тоже будет дифференцируемая Ну потому что не в нуле Смотрим Да? От нее тоже можно будет Взять производную И так далее И так далее То есть до любого порядка Понятно, что любого порядка Производная Так можно будет Посчитать по форму Ну то есть Все производные Этой функции Будут существовать Все производные Этой функции Будут существовать В любой точке Отличные от нуля Да? Вопрос, что в нуле То есть она повиняла Бесконечно дифференцируемая Действительно Как композиция Бесконечно дифференцируемых Да? Вот Вдумайтесь Композиция бесконечно дифференцируемых Функций Она тоже бесконечно дифференцируемая Потому что Ну потому что Если у вас есть композиция Дифференцируемых То вы по формулкам Можете посчитать В нее производную Потом От того, что получилось Там тоже будут Бесконечно дифференцируемые Функции Только фигурировать у вас произведений получится произведение но и будет дискечный клинтон дальное дифференцирую мы это произведение от него еще одну форму к можно будет прочитать производную на следующем шаге еще раз тоже самое получится можно еще вам прочитать производные так далее все бесконечно так можем читать производные по формулкам да то есть она будет бесконечным интересуем равнаом гер 아래 композиция бесконечный тренинг слова скорее не заказано design такую вещь фп фп она на самом деле бесконечным Это вот так обычно записывают Класса гладкости бесконечность Иногда гладкими функциями называют Не бесконечно дифференцируемые А непрерывно дифференцируемые Говорят порядка гладкости Класса гладкости c1 Или c2 это дважды непрерывно дифференцируемые То есть те у которых есть вторая производная И она непрерывна И так далее Вот это бесконечно дифференцируемые функции Вот такие И мы сейчас докажем что сама функция f на самом деле, она бесконечно дифференцируема на все число прямой, даже в нуле, да, то есть не в нуле все понятно, она там действительно бесконечно дифференцируема, как композиция бесконечно дифференцируемых. Ну, понятно, да, что вот у вас здесь E в степени, она вообще не угодно бесконечно дифференцируема, а здесь в композиции еще участвует минус 1 поделить на x квадрат, но понятно, что она не в нуле, она тоже бесконечно дифференцируема, да, что-то можно у нее же легко все производные, всех порядков посчитать, это же, это же что, минус x в степени минус 2, да, и там какого угодно порядка производства можно насчитать у нее не в нуле-то, а вот в нуле-то не очень плохо все, потому что у самой вот этой функции, да, она там типа, ну, не очень, не очень у нее жизнь далась в нуле. А у этой функции на самом деле удавались в нуле, мы сейчас это тоже увидим. У нее жизнь далась в нуле, потому что экспонента она все исправит, да, либо испортит, да, либо исправит. Этот экспонент, она все исправит в нуле. Она скажет, я спасу тебя, минус 1 поделить на x квадрат. Ну, давайте проверим это, да, давайте проверим это, проверим это как? А мы сначала докажем некий промежуточный факт, очень простенький, что, ну, то есть, почему вообще так происходит, да, на самом деле? На самом деле так происходит вот по такой причине. Значит, я беру какое-то число n, какое-то, да, натуральное число. Не говорю, какое, ну, какое-то фиксируем, да, я загадал число n. Загадал натуральное число n, и хочу посчитать вот такой предел. Не при n снимаешься, да, при x снимаешься к нулю. Предел такого отношения в нуле. Ну, а n какое-то число, кто-то там загадал, да. То есть, я на фиксирую, ничего с ним не происходит, просто фиксирую на число. Вот, и делю на x степени n. Вопрос, чему равен такой предел? Чему равен такой предел? Давайте прикинем, чему он мог бы быть равен, такой предел это у нас, да. Когда x стремится к нулю, x квадрат стремится к нулю, но он по положительным числам только идет, да. Квадрат, ну, он не умеет отрицательно быть, он идет только по положительным числам. Он идет по положительным числам, значит, по положительным числам, когда на это стремится к нулю. Тогда 1 поделить на эту штуку стремится в плюс бесконечность. Тогда взята со знака минус, эта штука стремится в минус бесконечность. Тогда e в этой степени, e в степени минус бесконечность, она стремится к нулю. Но e в степени минус бесконечность, это 1 поделить на бесконечность, да, то есть 1 поделить на бесконечность, грубо говоря. хотя за такие словечки можно не хватить на игрании но мы будем типа неформально как говорить нормально короче говоря она стремится к 0 но может у нас натуральным не важно ну если здесь модуля нет тогда они натуральные не очень напиши при такой ситуации да вот но больше штучно натурально если не ранее то тоже было бы справедливости богу стоял короче докажем сейчас этот факт оказывается что природа то вот этого явления почему же она гладкая но не аналитическая она заключена вот в этом вот факте что вот она вот так себя ведет мы еще обсудим что это означает как это прочувствовать вообще что это за жуткая вещь на самом деле здесь написано мы это еще обсудим но это нам пригодится сейчас значит ну первое что мы хотим сделать ну мы хотим посчитать на нее производную производную хотим у ее посчитать где давайте посчитаем производные функции в нуле как устроена f штрих в нуле что это такое определение должно быть предел ну предел типа f от x минус f от нуля сделанная на x 3x на мяч скулью прям вот это такая штука но здесь x как бы играет роль дельта x а x 0 вот вот такие дела и чему равен такой предел получается да сначала давайте это докажем все это докажем потом к этому не одежда не доказал еще не доказал да давайте сделаем здесь замен перемен напишем такую штуку напишем что у нас 1 на x равно ты тогда здесь будет предел при т вмешательстве бесконечность но в какой-то двойной как бы плюс и минус бесконечность проективный проект не слышал приделать предел это стоящая бесконечность а здесь что будет стоять на что 1 поделить на x степени n это будет тв степени n до степени вот эта штука до степени сочтителя а взглянуть я но чтобы с минусом разобраться я сразу взглянуть вынесу не в степени значит я минус здесь забрал раз взглянуть и засунули 1 на x квадрат то есть на квадрат вот такой предел мы смотрим вот такой предел ну и теперь мы знаем конечно да вот такой предел равен нулю очевидно что предел равен нулю по какой причине а почему он равен нулю ну он равен нулю потому что потому потому что е в степени t квадрат на самом том что обсуждали что е в положительных числах от положительных что представлено 0 0 0 ну вот не обязательно осматривайте бесконечность тренинг может быть открытый бесконечность рассматривать то есть по модуру это достаточно большие все только еще с марки до начинать нет значение поможет а мы только с вами обсуждали что это штука и на самом деле больше чем в частности теперь в степени плюс 1 поделить на 1 факторе а вот тогда вот так можно написать тут можно было написать 1 плюс т паста квадрат пополам плюс и так далее зачем мне слагаем писать если она больше всего дарменной штуковины то здоровенной штуковина больше чем 1 жалко слагаемой здоровенной штуковину тогда можно создаются что эта штука больше чем 1 жалко слагаемая такой например из всей той суммы но напоминаешь пэнт эффективное число и никак не меняется ничего не в жизни не происходит это просто конкретное число ни слишком константа конкретная что это означает это означает что в этом отношении на самом деле там по модуле или без модуль здесь неважно давайте напишем по модуле здесь на самом деле это все неоприцательно поэтому где можно меньше значит тогда ты в степени н поделить на не в степени то квадрат по модулю она не превосходит кого она не превосходит в степени можно поделить на ну напоминаешь это просто число никуда не растет просто какая-то константа снега фиксированная ничего с ним больше не происходит а здесь чтобы стоять перстекли 2 и чем-то квадрат конечно вот так ну понятно что если теперь ты в бесконечную стремлю здесь конечно степень больше чем здесь он же натуральный человек здесь конечно степень больше чем здесь она конечно ну а это модульом явно вот так было как-то устроен поэтому по двух потерями двух милиционеров конечно штука стримить к нулю и автоматически придел вот этого 0 короче есть степень т квадрата на несравним больше чем то степень не сравним больше вопроса на больше любой степени t с точки до константы до множества данных можно фиксированный он никуда не меняется просто кого-то число здесь сидит конкретно если здесь двойка да то здесь будет сидеть например что там 2 плюс 6 будет сидеть если не была вторая здесь шестерку можно будет ну и так далее короче мораль то в чем мораль в том что этот предел на самом деле тоже тогда равен нулю тогда придет тоже равен нулю вот такая получается штука неожиданно довольно таки но мы еще обсудим что это значит это не надо дать что докажет функция гладкая внули что они бесконечно много производителей значит еще раз вспоминаю что штрих 0 и дел 3x не меньше к нулю это тык минус от 0 но я помогаю сразу пишите помог не будет с этим яхт 0 буду вычитать но это 0 поэтому черном могу поделить на их но и чем мы имеем но мы имеем на самом деле предел считается про холода окрестности а в проклад окрестный 0 и под экстюм совпадать вот этой штукой в любой проклад окрестный 0 спадать с этой штукой мы получаем типа и вот такой же какой частный случай так при равном единице ну все предел может производных были есть таким образом да и она там ночь ну хорошо это производная в 0 0 до что тут можно сказать про про непрерывность первой производной скажем что будет если мы посчитаем производную от этой функции не только в 0 давайте посчитаем не только в 0 до всех штрих от x в 0 0 дам посчитали а если x не 0 до если x не 0 то тогда у этой функции все хорошо и у это все хорошо можно по форму куб считайка производной композиции это будет не в степени минус один предельный x квадрат умножить на что там на что на что на 2 поделить на их куб да на 2 поделить на x куб мы у нас опять на самом деле если приглядеться с точностью до константы что-то вот такое выражение да то есть если мы устремим x к нулю опять в пределе получится 0 но этот предел при их снимающих 0 он не гарантированно нам что он совпадет с производным тогда в нуле но в данном случае просто по факту так получается у нас мы доказать что по факту привод 0 0 и предел производных при их снимающих 0 тоже 0 что это означает означает что мы производы по крайней мере непрерывно в 0 но она по крайней мере непрерывно в гуляла она надо проверить деференцирует 0 чтобы проверить что производ который сентинFF внули надо больше сорвать и рода на carbon 1 1 производный и существует то старая производная со струка 2 производных нуле когда мы будем все старые производные 1 нужно что сделать а нужно написать что это такое предел да и хочет вот проводные производная от их минуса штрих от 0 0 и штрих от 0 0 до не будем писать опять не будем писать делить на x правильно делить на x по производной считаем от этой функции вот так она выглядит ну и то что нам более 0 вы чего будет все будет если мы вот это вот выражение также предел преследствию прокол от окрестностей чтобы если мы вот это вот выражение возьмем и поделим на x и почитаю предел 0 опять будет ли делать такого типа достаточно но чтобы это фиксированная будет опять придел такого вида для некоторых происхождения но опять будет 0 до чувствую для чего все идет это приделы 502 производные если погружать второй производную опять давайте прикинем не будем вычислять явно прийти ничего будет происходить когда мы считаем вторую производ New Campus regard ты sentiment производного произведенияО 2 производного на будет устроена то будет вот это множить как всегда умножаться на какую-то константу и знаменательный будет x в какой-то натуральной степени. И причем, ну, не только вторая производная, также будет вычитываться третья производная, четвертая, пятая, десятая, сотая и так далее, да. Все производные всех порядков в точке отличных нуля будут вычитываться как производные композиции, и они будут состоять, они будут выглядеть как конечная сумма, ну, сумма конечного числа слагаемых, да, она, конечно, будет расти с ростом номера производной, но на каждом отдельном шаге это всегда будет сумма конечного числа слагаемых. И все эти слагаемые всегда будут выглядеть как вот эта штука умножить на константу, поделить на x в степени. Все они будут стремиться к нулю в нуле. То есть у нее, получается, что у нее предел производных в нуле всех, всех порядков будет всегда 0. Но это еще не значит, что все производные в нуле будут в нуле, да? То есть их бы надо было по непрерывности, когда продолжать эти функции просто отдельно взятые, вне контекста, что они производные, их надо было как функции просто по непрерывности продолжать бы нулем. А продолжились ли они так естественным образом? Правда ли, что производные в нуле 0 или нет? Не очень понятно. Но на самом деле тоже очень понятно, да? Потому что когда начинать 3 производно рабства рынка предел прессащих нулю второй производной at x поделить на из и тоже будет 0 потому что 2 производ0 0 и тоже 0 вообще производные есть третьи производные будет происходить то же самое опять будет старую производная которая сама имела вот такой вот вид вот этой штуки умножить на константа и поделить на из нас там степень до такой сумме вид такой суммы велок и каждый страдай буду дет chic на x в клубе 99 что будет здесь в на знаменательной степень увеличивать на единичку в каждом таком слагаемом но это не спасет нам и доказать что здесь для любой натуральной степени такой предел мой мы будем получать предел суммы который равен сумме пределов каждый которых ноль он будет ноль так третья производная будет 4 производного вычисляться точно так же да то есть она тоже 3 производного 0 0 4 призыва 0 будет вычитываться здесь 3 производных . x поделить на их ну и так далее я думаю что понятно что дальше как-то пытаться обосновать не нужно что это очень очевидно дальше ну действительно мне кажется довольно строго и рассуждение в целом таким образом получается что на самом деле действительно все производные всех порядков в этой функции из-за вот этого вот странного факта у этих функций все производные всех порядков в нуле равны нулю не просто доказать что они есть а вы еще и доказали заодно что все производные этой функции в нуле равны ну так это будет работать для любого натурального м ну и для нуля тоже да что такое нулевая производная в нуле это просто значение функции 0 0 0 потому что вот так насильного положить насильного зафиксировать такая странная история получается а что это нам говорит что все производные в нуле 0 это же жуткая вещь на самом-то деле ведь это же это же позволяет нам написать если мы знаем все производности опорядок можно писать много чем тейлора для этой функции правда же давайте напишем не начать тейлора как будет выглядеть для него чем тейлора на любого порядка пнт от x но для каждого отдельно за по порядку вы просто нулевой тождественное многочая тейлора для этой функции то есть если мы начнем писать для этой функции много чем тейлора с центром в нуле что это будет f от нуля плюс f штрих от нуля ну а ты шо ладно поделить на 1 факториал вот такая штука да я хочу перейти в это нравится к пределу я хочу ну или не хочу ладно не хочу писать таранство вопрос хочу отдельно вне контекста рассмотреть бесконечный чем ну то есть ряд ряд то есть написано так и плюс и так далее по такой логике даже продолжают что же это такое получается давайте на разъем как ты т.ф. типа тейлор вот такую штуку мы не говорим что т.ф. да заметим и не говоришь что т.ф. мы аккуратно мы не говоришь на т.ф. мы говорим что просто если вы формально досмотреть типа ряд бесконечно много чем формально просто отдельно вне контекста этой функции мы не говорим что с ней совпадает просто если рассмотреть будет выглядеть вот так а вот так это как а для этой функции в нуле да напоминаем что я все производные все 0 0 0 0 как оказывается тейлора тупо 0 0 и все при каждом x где от мартин его же типа как бы от x должен был зависит он как функция от x рассматривается и в каждой точке при каждом x действительно числе вам просто но какой кошмар правда ведь ведь эта функция она же ну что так она на что везде ноль что ли ну нет она ноль только в нуле она вообще-то положительные значения понимают так и в жизни все нормально да она принимает только положительное значение ну один раз как бы оступилась давным 0 кandina значение с кем не бывает на мною тендора оказываются просто тупо нулевой он вообще не чувствует эта функция не сколько не чувствует на чем тендора это просто 0 0 многочленный получился в любом порядке мальчик тейлора и соответственно ряд тейлора тоже что произошло что здесь произошло давайте разбираться какого черта здесь происходит да почему у этой функции ну смотрите реально же если их не 0 твоих от их больше нуля какой ноль данного чего видно же что больше 0 а какой же так-то ли вырубану да нет лиро не могла убит на самом деле если подумать белор никогда и не обещал что будет вот так тейлор такого-то не обещал что эта штука будет совпадать бесконечно многочин тейлора то есть то что нация тейлора что он будет совпадать с функций ведь посмотрите когда мы с вами обсуждали с Achille-чиня форме пиано остачка форме лагранжа то всегда был остаточный член всегда была какая-то разница тейлор никогда не обещал что будет равенство между такой бесконечной суммой и самой функцией. Это на самом деле наши ожидания. Можно было грешным делом подумать, ну, наверное, можно писать бесконечную сумму и все будет хорошо. Тоже нравится, что будет выполняться. То есть это как бы типа наши ожидания, которые мы как-то странным образом сформировали, быть может, многие, они нас обманули в каком-то виде. Ну, то есть мы на самом деле сами себя обманывали, когда думали, что такая бесконечная сумма будет совпадать с этой функцией. Она вообще нигде с ней не совпадает, кроме как в нуле. Но в нуле-то она не могла с ней не совпадать. Но как бы она могла не совпадать в нуле, если в нуле эти все слагаемые, они просто должны были быть нулем из-за того, что здесь стоит степень икса. Но они, конечно, все должны были обнулиться, и в нуле должно было остаться f от нуля. То есть, ну в нуле-то уж, конечно, мы его так писали, чтобы он совпадал с функцией уж хотя бы в нуле. Он реально так писался, в принципе, этот ряд Тейлора, чтобы он хотя бы в нуле с функцией совпадал. И вдруг выясняется, что для этой функции ее ряд Тейлора с центром в нуле, он только это и смог. И все, больше ничего не смог. Только в нуле смог с ней совпасть. То есть мы его специально так писали, что он в нуле с ней совпадал И что-нибудь еще, в надежде что-нибудь еще получить хорошую информацию про функцию Ну и все как бы теперь, ничего хорошего мы больше не получили Во всех остальных точках, кроме как в той, в которой мы раскладывали Понятно, что он может совпать с функцией, мы так специально раскладывали Во всех остальных точках он с ней вообще не совпал Ну потому что он тупо 0, а она нигде не 0, кроме как в нуле И это жуткая вещь на самом деле Страшное дело Получается, что ряд Тейлора Ведь для этой функции все эти остальные члены формулы Гранжер и формулы Пиано Все справедливы, все честно, все хорошо Условия теорема выполнены будут, она бесконечно дефренцируема Потому что доказано, что она вообще везде бесконечно дефренцируема Все условия всех теорем выполнены, все изложения работают Достеочная членress формула Гранжер работает замечательно Форма Пиано отлично работает Все правильно, все хорошо, все здорово Но если мы вдруг глядем на такие вещи как достаточно формула гранжа форме пиано захотим начать думать что тогда она может трассе до бесконечно продолжить сумму многочтение тейлора и сказать что тогда вот еще эта функция как бы там на бесконечный достаточно убивается он равен нулю и тогда типа выбирать наступает только что ну потому что мы зря думаешь что так можно делать в общем-то случай да вот с этой функции например так делать нельзя так делать нельзя давайте теперь интересно ради посмотрим отчетом достаточно форме лагранжи то говорил начну свои выяснили что мы сами выяснишь на эта функция фатекс она везде короче все мне весь морщин т.н. нулевой будет она бы просто совпадать со своим источником форме лагранжи по факту вот что будет происходить так любого порядка это будет то есть что нам говорит лагранж если мы зафиксируем какое-то и действительное число значит зафиксировали их положение до что говорит лагранж ну тогда тогда существует ну функция бесконечно филипцируем конечно технического выполнить существует кси из интервала 0 до x такая что f от x равно вот вот такому вот выражению да и дальше мы смотрим а что будет происходить если мы теперь здесь будем выставлять n в бесконечность да вот это есть как раз тот самый хвост который в нашем понимании теперь мы поняли что он не должен стремиться к нулю что будет происходить но по-видимому вот эти вот производные они начинают расти как по-другому расти так что то что здесь стоит факториал просто мэн да эти числа это же число зависящие от n они начинают расти так что им наплевать что здесь нет факториала они его не боятся по какой-то непонятной причине факториала они не боятся эти числа так они себя ведут да интересно ну здесь наверно тяжко тяжко считать в общем виде придуманную порядка можно конечно но не хочется можно но не хочется можно но не хочется не будем считать то есть просто таким образом мы доказали из-за того что эта функция доказать что она не совпадает со всеми даты вы разнули то это означает что вы здесь числа и как-то по-дурацки устроен это последность чисел зависящих от end она как-то по-дурацки устроена то ли эти точки как-то по-дурацки должны выбираться значит то ли еще что-то происходит то ли там как не выбирайте . все но подрастут не получается короче говоря вот эта штука она должна сопротивляться она видимо слишком сильно сопротивляется так что факториалу не удается ее победить она побеждает факториала она не дает факториалу как бы заставить это все стремится к нулю с ростом н как-то вот эти числа в оставшем тени форме лагранжа устроены значит плохо да они борются факториала и успешны в этом по какой-то непонятной причине ну ну в общем видимо вот так вот на этом месте мы пока остановимся с этой функцией а теперь мы с помощью этой функции на самом деле мы немножко ищут будем чуть-чуть корректировать чуть-чуть еще корректировать и с помощью нее сделаем прикольные штуки всякие эти прикольные функции делаем давайте прикинем мы не будем рисовать ее график пытаться я имею ввиду чисто схематически прикинуть лики не чисто схематически ну там условно да как она должна была бы себя вести очень-очень так на коленке то есть это не какой-то график не имейте ввиду да никакой не исследование здесь никого графика нет чисто как она качество там примерно себя ведет мы выяснили да были она 0 уж понятно там непрерывного бесконечно дифференцирована всей оси она везде кроме для положительное значение принимает но когда их составляется в бесконечность плюс или минус начать стримец к нулю и это снимет к е в нулевой то есть она где-то там выходит на единицу да она вас примет к единице у нас примет к единице то есть она поведет себя как стеба тут сразу и больше надо и дальше как ты вот так и выходит на единицу да но она симметрична даже у меня совсем она не гладкая полчатки чувствовала 1 земля я плохо нарисовал вот принципиально плохо надо нарисовать так что мы суперсупер сильно прижимался косии на самом деле обсудим этот момент почему Lee рисовать. А вообще, как-то вот так, типа. Я помню, что у меня в школе за график параболы ругали иногда, что у меня не слишком сильно. На графике эта штука, попочка эта прижималась косим параболы, что там все-таки она дифференцируемая и все такое. Должно довольно сильно прижиматься косим параболы. Довольно сильно и недовольно сильно. Параболы. Вторая производная в нуле, не ноль. То есть там не второго порядка касания. Не так уж так сильно нужно было прижиматься, откровенно говоря. Просто касательно должна была быть у параболы обычной x-квадратой. У нее вторая производная в нуле отличная в нуле. То есть там не касание второго порядка у него с осью. Ну, то есть с торжественным нулем. С графиком торжественного. Это же о setix это график функции торжественного ноль. И вот с этим графиком функции касания графика параболы должно быть не второго порядка. Не так сильно нужно было прижиматься. Зря ругали, на самом деле, да? А вот этой функции, касание здесь происходит бесконечного бесконечного порядка что это на самом деле означает это означает что у нас слишком сильно прижимается к оси что это означает давайте вернемся еще раз к утверждению с которого все начиналось визитку из возник что вот эта штука на самом-то деле независимо того пути напишется n вот эта штука оказывается равным нулю что это означает геометрически что это означает геометрически это означает означает это означает следующую вещь значит если мы делим эту штучку на их степени n а икс это что такое x 0 это превращение . это превращение значит я беру в точке x значение функции вот оно такое число и беру в этой точке значение функции x степени n но предостаточно маленьких x их степени n сильно сильно-сильно меньше чем x да он где-то ну типа вот есть плохонько плохо не виду ничего да давайте я нарисую в другом масштабе так что теперь работа бы по глупой по огромному присматривающих картинку еще раз да значит типа вот так вот так прижимается как-то там оно так прижимается 0 0 0 здесь какое-то число x там далеко-далеко единица ну типа я огромный лупый золотой мощный микроскоп значит в этой точке их значение а их степени он будет совсем маленький да если очень большой покой совсем маленькое значение понимает их степени ну понятно дело да что что близкое к нулю если вызвать его степень n то 7 раз умножить на себя там ничего не останется грубо говоря бесполезно в быту окажется такое число так вот оказывается что из-за того что придет отношению равен нулю вдруг что происходит означает да что вот эта штука она принципиально меньше чем вот это то есть вот это вот числишь как она при деле меньше чем вот это все начиная с некоторого момента вот это вот значение функции в точке x оказывается несравнимо меньше с значением их степени 0 то есть как бы этот многочин не был крут а в нуле это довольно крутой многочин да ну что у каких-то рачин типа x с квадратом и так далее из тех которые были стремятся к нулю наиболее интересные ну или их линейные комбинации так вот эти линейные комбинации они раскладываются по базису вот таких многочленов которые в нуле становятся к нулю то есть вот если мы хотим как-то пытаться многочленом зажать эту функцию да как-то оценить всем их многочленов почувствовать каким многочленом этом надо сравнить и так далее надо смотреть степени икса и оказывается что какую бы мы степень икса сюда не написали эта штука вдавливается в ноль вдавливается 8x в некоторой кресле нуля быстрее чем эта фигурина то есть у каждой для каждого фиксированного н есть такая окрестность нуля в которой эта штука просто меньше чем их степени она просто залезает под многочлен то есть ее график так как-то граждан очень грубо говоря вот так шел а у нее в некоторых крестных нуля ее график залез отсюда под график многочлена да давайте еще одну картинку перерисую чтобы это было понятно то есть она обгоняет в своем стремлении к нулю в том как она вдавливается 8 она обгоняет вообще любой наперед написанный многочлен понимаете вот было вас многочленом допустим x там где-то там далеко-далеко и было какое-то значение мальчина вот такое какой-то . допустим начать мальчина все еще было меньше чем значение при функции да вот здесь значение функции здесь x степени а здесь f от x так вот дальше происходит следующее не к степени на фиксирует оказывается что у нуля есть некоторые окрестность какой бы он не было написано наперед у нуля найдется такая креста что в этой окрестности всю значение функции уходит ниже чем значение на кассе и значимая чем там что как-то вот так и заходит под да но его обгоняет и сдавливается сильнее быстрее вдавливается 8 что довольно круто получается что вы то насколько она быстро вправливается в ось aix то есть то насколько она близка к нулю вы не сможете этого померять помощью многочленов в принципе она любой многочлен обставит любой оTop theoked кто попытается есть держатьี่ в двумя на к aplic и заそんな сможете если если не знака яgo не нулевой любой на хочу которую попытаюсь удержать так, чтобы она оставалась выше, чем этот многочлен, проиграет. Она все равно уйдет под него. Наступит такая креслость нуля, когда этот многочлен окажется где-то сильно большее значение принимающей, чем значение этой функции. Несмотря на то, что она положительная. То есть она, эта функция обманет любой многочлен, понимаете? А многочлен Тейлора это многочлен. И ряд Тейлора это типа бесконечный многочлен такой условный. Получается, что она обманщица. Эта функция обманщица, она всех обманет. То есть если в вашем мире есть только многочлены и ряды Тейлора, то в вашем мире эта функция обманывает все функции, и все ваши датчики, радары, которые вы расставляли, которые должны были отлавливать любые шумы, любые возмущения. Все ваши радары пройдут мимо этой функции, они просто не увидят. Они ее не почувствуют. Каждый ваш радар скажет, что эта функция просто ноль. Нет, это ноль, это ноль, ноль, ноль. Каждый раз скажет, что ноль. Ну только она нигде не ноль, как ноль. Грубо говоря, с помощью ваших датчиков, ваших приборов в вашем таком мире, где у вас есть только многочленные, ну не в вашем мире, да, просто если рассмотреть такую мишку, там есть только многочленные и ряды Тейлора. В таком мире эта функция с помощью всех приборов оказывается ненаблюдаемой. Ее нельзя наблюдать в лабораторных условиях. Она не отлавливана в принципе, она неуловима для всех этих приборов. И она такая не одна в этом своем свойстве. Это не единственная такая функция, которую нельзя наблюдать с помощью только одних многочленов и рядов Тейлора. И вот эта страшная мысль. В свое время, когда я узнал об этом, я прямо обалдел. Мне кажется, что если бы Тейлору это рассказали, он бы тоже обалдел, откровенно говоря. Довольно жестко, да, оказывается, все это устроено, да. Ну и с помощью этой функции теперь можно всякие прикольные вещи делать. Мы сейчас с вами попробуем какие-нибудь прикольные вещи поделать с ее помощью. Ну, например, мы попробуем сейчас с вами сделать такую штуку. Мы сейчас с вами попробуем построить бесконечно дифференцируемую функцию, которая живет только в некоторых окрестках и нуля. Ну что значит живет? Отлично от нуля. То есть ее график будет везде 0-0-0, прям тупо 0 вообще 0. Дальше там что-то произошло, она немножко пожила. И снова вышла она 0, и все. И дальше график будет везде 0-0-0. И вот она бесконечно дифференцируемая будет в каждой точке. То есть такой всплеск, да, такая локальная шапочка. Эту шапочку можно быть вытягивать там дальше, да, как угодно. Можно быть поуже делать там, ну как это, носитель, называется носитель функции замыкания множества точек, где она не 0. Ну, короче говоря, вот эту штуку, где она не 0, можно будет поуже делать, пошире. Можно будет ее вытягивать дальше с помощью умножения там на параметры, да, и так далее. Сейчас мы такой пример с вами посмотрим. Эта шапочка, она будет бесконечно дифференцируемой функцией, которая вообще, так говоря, почти везде 0, да. Она только чуть-чуть тут пожила, отлично в нем было. А дальше везде 0. И она будет бесконечно дифференцируемой. На самом деле, если приглядеться, многочаянные тейлера так не умеют. Так они не умеют вроде бы. Не должны. Не должны бы они уметь, да. Не должны бы они уметь. Ну, потому что если вы раскладываете функцию, пишите многочаянные тейлера вот в этой точке, например, да, то здесь, конечно, слева все производные нули, потому что у вас слева просто тождественной функции, да. И у вас здесь многочаянные тейлера в этой точке должен быть тождественной нулевой. А он, у этой функции, он принципиально, ну, то есть она-то принципиально не нулевая в этой точке, Справа и отсюда не 0 Поэтому если у вас в вашем мире есть только многочлена Тейлора То такого в вашем мире нет Бесконечно дефинцируемого всплеска Но многочлена Тейлора и Просто многочлена В смысле многочлена Тейлора и ряды Тейлора Если у вас есть только они То у вас нет таких функций на самом деле Как мы ее построим? А мы ее построим сейчас в следующем образом Значит, что у нас есть это f от x Ну и понятно, что если мы напишем f от t на 1-t То это как композиция бесконечно дифференцируемой функции Тоже будет бесконечно дифференцируемой Ну на все числовые сеги А как оно будет выглядеть теперь? Давайте посмотрим Ну мы поняли, что Значит, просто как функция от x Короче говоря, в 0 эта функция Она тоже 0, правильно? Потому что она определена 0 в 0 То есть при t равном 0 и при t равном 1 f получает на вход 0 оба раза и возвращает 0 При t равном 0 и при t равном 1 она оба раза 0 Далее, что происходит? Дальше она везде, кроме тех точек, в которых она принимает значение равном 0 Во всех остальных точках она определяется вот так Она везде положительна То есть вне этих двух точек она всюду положительна А 0 она возвращает только когда аргумент был 0 То есть только когда вот эта штука обнулялась То есть только в этих двух точках во всех столе хара положить на значит на то выгодки по ну как-то вот так у нас на бесконечно дифференцируемая даже композиция гладко на гладкая на все число прямой легко и перегибность очень гладкий должен очень быстро вдавливать этот ноль и здесь тоже быстро давлю цены как тактика должна быть примерно ну или я не знаю как она выглядит нам на эти сейчас штуки не правда что у нас здесь принимает положительное значение там тоже на самом деле понимал положительное значение но что будет если мы теперь возьмем сотрём вот этот вот хвост и вместо вот этой композиции скажем а ну-ка мы сейчас другую функцию обрубим эту штуку и рассмотрим функцию которая вот здесь ноль вот здесь тождественная ноль а здесь дальше она ведет себя при положительных т то есть мы рассмотрим g от t который совпадает с f от t если t положительно ну пока что да и 0 если t меньше ну да больше ли произошло а произошло следующее мы взяли сюда тождественную ноль подключили слева все производные всех порядков правые односторонние производные у этой функции в этой точке все были равны нулю потому что у нее честные производные были равны нулю всех порядков этой точки значит и правые в частности тоже производные все были равны всех порядок нулю в этой точке а у тождественная левая производная Все в этой точке, всех порядков равны нулю Получается, что здесь Правая и левая производная У новой функции, у функции g от t В точке 0 совпадают всегда Производные всех порядков, и они все равны нулю Ну, значит, тогда функция g от t Она имеет производные всех порядков в этой точке И они все тоже равны нулю То есть она бесконечно дифференцируема g от t все еще бесконечно дифференцируема получается Ну, мы сделаем теперь то же самое Мы просто возьмем, отрежем вот эту часть И скажем, что Давайте теперь под g от t будет понимать функцию, которая ведет себя вот так. Значит, если t принадлежала от 0 до 1, у нас впадалось f. А если 0, она принимала там, где t из r без этого отрезка. Во всех остальных точках, действительно, что у прямой, она принимала значение равное 0. Вот так. Она будет любить вот так. Ну, по той же самой причине, на самом деле, по той же самой причине, тоже в этой точке все производства должны были быть равны 0, ну, потому что там производные композиции, произведение производных, да, а у композиции произведения производных там всегда незамножительная была равна 0. Потому что у этой в 0 была 0, да. А при t равном единице это было f от 0. То есть вот эта штука t равна единице отправляла в 0. И получается, что здесь тоже все производные всех порядков, в этой точке функции g, ну, теперь же вот так понимаем, они все тоже 0, все односторонние, а здесь просто торжественную 0. Ну, я здесь как-то так, у меня пункта и взлом есть какая-то наградка, да, и вообще не должно быть. Нет, на голове это не должно быть. Вот так как там выглядит, короче. И вот мы получили этот всплеск, такой, да, локальный всплеск. Везде 0, 0, 0, даже немножко она пожила, ну, может, с помощью этих всплесков, потому что-то вот такое сделать, да, на больничных мониторах, знаете, пульс там или что-то рисует. Она, конечно, там не гладкая, какая-то кривая, там что-то изломчик есть, а можно гладкую, такую глаженную вверху сделать. Она немножко пожила, и дальше все равно, функция дальше не живет, да, она не жила, не жила, немножко пожила, и потом опять не живет. Вот, а дальше мы пока с вами еще, конечно, не разбирали понятие первообразной и понятие интеграла, но если вы примерно представляете себе со школы, что такое первообразный и интеграл, то тогда вы, наверное, наверное, представляете себе, что из этой функции, если мы ее, ну, ладно, я скажу тогда эту мысль, хотя я сейчас пока ее пояснить не смогу, более строго, тогда нужно все про интегралы рассказывать, это надолго, сегодня мы пока это не будем делать. Короче, мысль в чем, если мы возьмем эту функцию g от t и проинтегрируем ее от нуля до какого-нибудь числа, давайте, до числа x, вот такую функцию проинтегрируем по t, то окажется, что если этот x больше единицы, то там дальше площадь по графику, да, интеграл не смысл, грубо говоря, это площадь по графику, а площадь по графику дальше везде 0, поэтому при x больше единицы это то же самое, что проинтегрировать с нуля до 1. Площадь дальше по графикам не растет, она не растет, не увеличивается, она не набегает больше, да, для любого x больше единицы вот такое равенство выполняется, и при этом вот это интегрирование, оно на самом деле гладкую функцию, превратив в гладкую интегрирование, грубо говоря, еще на единицу порядок гладкости повышает обычно, да, Да, здесь, ну, тем более, функция и так бесконечно дифференцируемая, что там, куда там еще выше, да, куда еще более гладко ее делать, там уже некуда. Поэтому вот эта функция, как функция от x, она же при каждом фиксированном x возвращает какое-то число, да, площадь по графикам. Вот эта, как функция от x, она тоже будет гладкая, бесконечно дифференцируемая. И при этом, на самом деле, она дальше при x больше единицы принимает все время одно и то же значение, вот такое число. А этот интеграл, это просто площадь по графикам вот этого всплеска. То есть, если мы порисуем теперь график функции φ от x, то как он будет выглядеть? До нуля все, что происходило, при отрицательных x, там площадь по графикам той функции g, да, которая там всюду 0, значит, ну и площадь теперь 0. То есть, φ, как она будет выглядеть? До нуля, навсюду 0, дальше, после единицы, она все время при всех иксах больше единицы принимает одно и то же значение, фиксированное значение, которое там было, площадь по графикам. То есть, после единицы она выходит на константу вообще, в принципе. А здесь, между нулем и единицей, она как-то гладко переподключает 0 к единице. То есть, она здесь возрастает, потому что там была неотрицательная функция, площадь по графикам росла, да, чем больше мы отрезочек брали, над которым рассматриваем график функции, тем больше площадь получалась. Поэтому она там росла, как площадь по графикам, там как-то, ну, типа, она вот так росла. То есть, что произошло? А произошло с помощью интегрирования, мы вот этой шапочке, когда проинтегрируем шапочку, мы подключили 0 к единице. Мы подключили 0 к единице, мы создали такую ступеньку на самом деле, да, только мы сделали ее гладкой. Если совсем переподключать 0 к единице в точке, да, и просматривать функцию, например, здесь всюду 0, например, а здесь всюду единица, то у нее здесь будет разрыв в нуле. У нее будет разрыв, какая уж там гладкая, да, там даже непривности нет. Не то, что там дифференцированности, и уж тем более бесконечной дифференцированности. А здесь получается, что мы как-то создали некоторый отрезочек, и за счет того, что мы создали этот отрезочек, мы сумели сделать эту ступеньку. Ну, у нее здесь значение, конечно, может не единица, да, но можно эту функцию теперь разделить на вот это число, это же просто число. Если мы, ну, причем оно положительное, принципиально, да, это число. Если мы разделим фи от х на с, то там она дальше теперь будет единицей, честной, настоящей единицей. Можно сделать настоящей единицей. А теперь еще на самом деле понятно, что если мы поиграемся немножко с х, если мы вместо фи от х рассмотрим фи от альфа и х, где альфа число, ну, там какое-то, либо достаточно маленькое, либо достаточно большое, то мы на самом деле просто с помощью этого коэффициента альфа сможем играть длиной вот этого отрезка. То есть это та область, на которой мы, за счет которой, да, где вот эта гладкая ступенька у нас встречается, та область, за счет которой мы подключали ноль к единице. Мы не могли это сделать совсем, да, вот так вот в точке. Тогда гладкость потерялась бы. Но вот этот интервальчик, мы могли, создав такой интервальчик, как бы, да, пожертвовать этим интервальчиком, на нем как-то черт знает, как все идет функция, ну, не черт знает, как бы вот так, где же это вот эта штука. Ну, сложно сказать, ну, типа, да, в деталях, как она себя ведет, все равно не очень приятно. Можно поисследовать, но не хочется. Короче говоря, мы создали интервальчики, и на этом интервальчике мы пожертвовали и подключили как-то гладкое. Ноль подключили в гладкое к единице. Создали такую как бы сглаженную ступеньку, да. Вот эта ступенька, она совсем не сглаженная, а здесь ступенька получилась сглаженная. И оказывается, что за счет игры, вот с вот этим вот коэффициентом, вот этим параметром альфа, можно ширину ступеньки тоже уменьшить. Ну, помните, мы говорили, что даже можно у шапочки ширину вот этого вот, вот этого всплеска уменьшить. Ну, здесь то же самое, да, на самом деле. Можно уменьшить ширину ступеньки. Ну, например, что? Если рассмотреть φ от 2х, да, как растянется? Сейчас, сейчас, когда я пишу сюда коэффициент 2, что происходит с графиком? Он как-то вдавливаться должен, да? То есть теперь х надо брать в 2 раза меньше, чтобы то же самое значение принималось, да, в новой точке, чем раньше брался х. Поэтому если я альфу сделаю очень маленьким числом, точнее, очень большим числом, да, если я напишу альфу, это там 10, 10, то ширина вот этого отрезочка, она станет от 0 до 10, 10, ой, до 1 поделить на 10, 10, до 1, там что ли. 10-ти миллиардной, да? То есть очень маленький отрезочек станет. Очень маленький отрезочек, на котором мы функцию, которая всюду была торжественной 0 сначала, да, переподключили к функции торжественной единицы. То есть длину вот этого отрезочка можно уменьшать или увеличивать как угодно. И такую функцию тоже, получается, да, нельзя сделать с помощью только одних многочленов или рядов Тейлора. Потому что тоже, если вот здесь вот раскладывали, с помощью ряда Тейлора, то здесь все производные 0, и тогда просто торжественный 0 был бы ряд. А она тут, ну, не торжественная 0, а отсюда, справа от этой точки, где положительно. Ну и так далее, да. Вот какие-то такие дела. Какие-то такие дела. Ну, на самом деле, я вроде бы рассказал более-менее все, что хотел сегодня рассказать, как ни странно, да, я уложился. Сильно быстро, я вам сказал, короче. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Ну, конечно, про первообразность пока не очень хорошо, потому что мы пока их предметно не обсуждали. Но интуитивно, наверное, можно представить себе, что интегрирование, оно не портит гладкость функции. То есть интеграл два дифференцируемых функции дает трижды дифференцируемую функцию. И так далее. Ну, а если интеграл бесконечно дифференцируемую функцию, он дает бесконечно дифференцируемую функцию. То есть окончательно, как бы, мораль получается, какая-то. Мораль такая, что знак равенства между функцией и рядом Тейлора ставить нельзя. Если его можно поставить в каких-то случаях, то это надо доказывать отдельно. Ну, вот мы с вами сегодня доказали, что для экспонента, да, что есть степень х, совпадает со своим рядом при любом х. Для экспонента можно такое знак равенства поставить. Ну, может, там, наверное, для синус поставить, да, еще для кого-то. Для косинуса. Вот, для синуса мы обсуждали, да, для косинуса можно. Может, можно где-то для тангуса поставить. На крайне-то, да, и так далее. Вот, вот такие дела. Но то, что там можно для тангуса и для логарифмы, и для прочих штук, это вообще надо рассматривать отдельно. В некотором ролике надо рассматривать отдельно. Получается, что эти многочинные Тейлора, точнее, бесконечные, многочинные Тейлора, виды Тейлора, да, они не так тесно в общем случае связаны с функциями, не так уж тесно, нет, между функциями и этими видами в общем случае. Да, конечно, они там для вычисления пределов, нам не нужно знать, как функция в целом устроена в окрестной точке, нужно знать только, как она устроена с точки до малого чего-нибудь там, да. Вот, и тогда вроде как для вычисления пределов мы не используем ряд Тейлора, мы используем там многочинные Тейлора, и там все замечательно, он отлично у нас работает, да, в этом смысле. А если мы работаем с самой функцией глобальной, и хотим написать, что она равна своему ряду Тейлора, то в общем случае это, конечно, не так получается. Ну, причем даже сам пример, он не такой уж чтобы жуткий, да, то есть E в степени минус 1, верить на X квадрат, для определенной по некрыженности просто нулем в нуле. То есть его можно было бы придумать, да, вообще, с такой функцией можно сталкиваться иногда. Это какая-то композиция элементарной функции, совершенно такая не очень сложная, да, неубийственно сложная. Ну, тут, кстати, соответственно, и вопрос возникает, да. Ну, понятно, что давайте еще на этой функции вернемся. Как ее исследовать на X-треуме, например, да? Как вообще можно исследовать функцию на X-треуме? Ну, там есть условно можно сказать, что можно либо идти вширь, смотреть в соседних тачках устроенных производных, там только на знак менять и так далее. Ну, мы пока этот предмет обсуждать не будем, а мы про это позже более предметно поговорим. Но смысл в том, что при исследовании функции на X-треуме, да, если она дефиницируемая, то сначала можно считать ее производной, приоритетю к нулю и посмотреть, какие там точки у нас стационарные, ну, или критические, да, для бесконечности инфляционных, ну, вообще для дефиницирования функционально-критические антажки. Значит, смотрим, где предводная равна нулю. Приявляем предводную к нулю, и там получится, что в данном случае будет 2 на X-треуме 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 на X-треуме. Ну, вот, понятно, что эта штука, она нигде не ноль, потому что это произведение ненулевых принципиально множителей. Только в нуле ее производная равна нулю, да. Ну, и дальше возникает вопрос. Давайте как-нибудь ее последуем на X-треуме. Она только в нуле равна нулю, да. Или можно так написать, что X-треум от X равна нулю. Тогда и только тогда, когда их равна нулю. Понятно, что, конечно, у нее в нуле здесь есть глобальный минимум. Никаких вопросов нет. Она там всюду положительная, на самом деле, да, а в нуле она ноль, у нее в нуле глобальный минимум. Вроде бы как, типа, ну, понятно, да, еще какие проблемы. В нуле глобальный минимум. Но, чтобы было, если бы мы исследовали на X-треуме с помощью теории, а не с помощью пристального взгляда на функцию, да, что предлагает нам теория? Теория предлагает 2 способа основных исследования функций на X-треуме в точке. Либо надо смотреть на то, как устроена производная слева-справа, вот рассматриваемые точки, да, если там дифференцируемые функции в окрестностях, еще там что-то такое, да, важно дифференцировать. Либо есть другой способ, надо посмотреть на вторую производную, какой она имеет знак, да, в рассматриваемой точке. Откуда берется второй способ? Ну, он берется в точности из многочинного Тейлора, да. Да, если у вас есть вот такая штука, и в нуле вы хотите исследовать на X-треум, да, то у вас получается вот такая. Сколько у нас справедливо. И плюсом мало это X квадрат, да, если у вас дважды дифференцируемые в точке функции. Ну, там типа один раз в окрестностях дифференцируемые, два раза в точке. И тогда что можно отсюда, какой вылаз сделать? Ну, если у вас в подделительной точке вот эта ноль, да, вы исследовали на X-треум стационарную точку, у вас вот эта ноль, у вас оставшаяся функция, на самом деле, с точки до малого X квадрат, она есть число, вот эта вот константа, да, плюс вот она тут, что существенно зависит от X. Ну, и тогда понятно, что по знаку того, что стоит вот здесь вот, да, можно определить, есть у вас X-треум или нет, если это число не нулевое. Если это число не нулевое, тогда у вас X-треум точно есть. И можно определить, какой он, да, этот X-треум. Почему? Ну, потому что здесь стоит у малой от X-квадрата, добавка, она бесконечно малая по сравнению с X-квадрат. Если это расписать чуть подробнее, то окажется, что в этих условиях F от X, ну, давайте пишем минус F от нуля, то есть само превращение функции, да, какого знака превращения функции? Ведь X-треум это же вопрос превращения функции, да, про знак превращения функции. Оно получится следующее, значит, оно получится F2-3х в нуле пополам на X-квадрат, плюс у малой от X-квадрата. Что такое у малой от X-квадрата? Что значит вообще, что у вас там стоит у малой от X-квадрата? Это означает, что там у вас стоит X-квадрат умножить на какую-то функцию, которая сама по себе бесконечно малая, то есть она стремится к нулю, да, при X стремяешься к нулю, она стремится просто к нулю. Вот что вам говорит многочлен Тейдера, да, для дважды дифференцированных точек и разрывка дифференцированных окрестностей. Вот, и чего? И что это значит? Это означает, что превращение функции будет иметь вид, что X-квадрат можно вынести. Здесь будет F2-3х в нуле на 2 и плюс альфа от X, да, и вот если это число не нулевое, если вот это число не нулевое, то вот эта добавка, она бесконечно малая, и в некоторой достаточно малой окрестности X, то есть у нуля, точнее, в нуле, в окрестности нуля, у нуля есть такая окрестность, в которой знак вот этого вот есть знак вот этого числа, потому что оно по модулю будет больше, чем вот это. Стремится к нулю, и оно однажды станет всюду меньше, чем вот это, в некоторой достаточно маленькой окрестности нуля. Значит, на самом деле, знак этой суммы будет знак вот этого вот числа, а знак этой суммы, ведь здесь стоит X-квадрат, да, знак этой суммы это и есть знак превращения функции. Тогда будет получаться, что превращение функции в этой точке, знака- как вот это вот число что то есть на самом деле как вторая производный если она отличная от нуля но хорошо это если она отлично от нуля в данном случае нет лично Если мы знаем что первая производная обнулились в точке к 2 обновились будет вот так а здесь опять какая-то бесконечно малая функция ну и тогда, если третья производная отлично от нуля, то можно сказать, что знак этой суммы в некоторой достаточно маленькой окрестности нуля, это и есть знак вот этого вот слагаемого, и тогда знак вот этого всего на самом деле он здесь, либо знак x функции, да такой же как знак аргумента, либо противоположный все знак аргумента, ну зависит от того, какого знака это число было, и тогда получается что экстремума нет, если это число отличное от нуля, то экстремума нет, потому что приращение функции имеет тот же знак, что и приращение аргумента, значит экстремума нет ну то есть оно не фиксированного знака, оно не всюду положительное в некоторых крестах, или не всюду отрицательно, да то есть если степень нечетная, экстремума нет если степень четная, экстремум есть но для этого надо дожить до коэффициента, который оказался отличным от нуля до производной, которая первая наступила отлично от нуля что получилось бы, если бы мы таким подходом действовали при исследовании вот этой функции на X-Tremel. Мы бы написали, ну, третья производная, ну, типа, нет, надо бы ливус не получился, четвертая, разложили бы дальше, да, четвертый производный тоже ливус не получился, пятна производная и так далее. Они все бы были равны нулю. У этой функции все производные в доле, всех порядков равны нулю. И получается, что исследовать эту функцию, в принципе, невозможно было бы с помощью вот этого признака, ну, или не признака, а способа исследования на X-Tremel с таким, как бы, типа, движением вглубь. Да? Вглубь, в смысле, дальше и дальше раскладываем в точке. То есть мы раскладываем в точке, но раскладываем все дальше и дальше. Вглубь, в этой точке лезем. А можно с помощью другого признака, с помощью другого признака можно исследовать, да, тот, который с помощью движения вшить. То есть если у вас в некоторой окрестности точки всюду производные больше нуля, в полуокрестности, а в другой полуокрестности меньше нуля, а в этой точке 0, то нам так быть это X-Tremel, да, но это такая еще со школы известная нам история. С помощью такого, наверное, у этой функции даже можно было бы ее исследовать на X-Tremel. То есть есть два основных способа исследовать на X-Tremel. Не то, чтобы я хотел сегодня об этом говорить Просто так, к слову, пришлось, да, для этой функции Два способа исследования X-Trail Принципиально И вот второй способ исследования X-Trail При исследовании этой функции Не делал бы вообще ничего Просто ничего бы она не смог Ничем помочь Потому что эта функция оказывается Слишком крута В этом смысле Она крутовата для того, чтобы ее можно было как-то на значение не оценить То есть ее Ну, грубо говоря, ее можно сдерживать Снизу сдержать может только нулевым Многочленом, да, то есть она Всюду не превосходит нулевого многочлена Самый лучший многочлен, который Может ее сдержать снизу, это нулевой Многочлен, а сверху ее нельзя Удержать никаким многочленом, да Только еще наоборот Снизу все равно, да То есть нельзя подсунуть никакой многочлен Под нее не нулевой Так, чтобы этот многочлен всюду оказывался Меньше, чем ее значение Как-то вот так, как я себя вел бы, да Чтобы отсюда было меньше Чем ее значение Некоторые кресты с нуля Она все равно его там обгонит и залезет под него То есть единственный многочлен, которым ее надо удерживать Снизу это нулевой многочлен Но у нее с нулевым многочленом Не так много общего вообще говоря Оказывается, да Только значение в одной точке А больше они нигде не совпадают А больше они нигде не совпадают Так что вот Вот такие дела Страшные вещи Это реакция, да Ну, можно было не писать сюда x2 Конечно, сюда можно было модуль x написать, например, да Модуль x можно было бы написать И ничего бы не изменилось Все равно все то, что там было бы Только композицию сложнее было бы дифференцировать Потому что Модуль не в нуле Он раскрывается И тоже бесконечно дифференцированная функция Сместо квадрата Здесь можно было бы с каким-то успехом Модуль просто повестить и все Да, и тогда вопрос Типа, дифференцировать функцию в нуле Но тут же модуль висит Модуль x не дифференцирован в нуле Как бы вам, может быть, дифференцирован Да, потому что он-то бесконечно дифференцирован Потому что e в степени все спасает Вот, такие дела Ладно, есть ли у вас какие-нибудь вопросы Потому что мы сегодня обсудили Нет? Вопросов нету? Ну, если вопросов нету То тогда давайте На этом мы сегодня закончим Если вопросов нет Тогда все Всем спасибо Всем до новых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok